А давайте-ка попробуем хакерскую атаку, самую маленькую, да, и что мы сделаем. Ну, попробуем внести изменения в какой-то блок. Чтобы нам было читабельно вмешательство извне. И попробуем, вот у нас есть блок 3, мы попробуем сымитировать ситуацию, что хакер подключился и получил доступ к транзакции, то есть к транзакции. Но сумму он не знает, сумма зашифрована. Но тем не менее, по сути дела, да, к аккаунту подключился, да, но сумму не знает. Значит, давайте попробуем это сделать. Блок 3 у нас транзакции. И попробуем изменить данные. Выберем элемент. Начинается с нуля, выберем элемент 2, то есть это будет 1, значит, да, то есть 0, 1, 2, 3, 4. Извлечение по срезам повторяем, да. 1, и укажем сумму, там, 556. И попробуем вот что сейчас делать. Скопируем. Попробуем сформировать блоки, да. И попробуем, что у нас будет происходить. Абсолютно верно. Чтобы не переделывать, сейчас секундочку. Вы знаете, не хочу я сейчас запутывать работы с словарями, потому что могут смотреть новички, уроки должны быть простые. Поэтому для простоты объяснения, все-таки, я вернусь к изначальному варианту. И сделаю здесь списки, потому что тогда будет очень наглядно. Пока. Блок генерирует список. А вы уже там поработаете. Так будет нагляднее, чтобы не запутывать. Я боюсь, что потерял не был сложнее, чем может быть. И вот теперь вмешательство извне. Значит, нам просто будет очень показательно, да. Давайте попытаемся провести вмешательство в тот же блок 3. Блок 3. Вмешиваемся. Хотя, вроде как, словарь у нас уязвимый. Вмешиваемся в транзакции. Элемент у нас 1. Ну, то есть, у нас реально он получается 2 по списку. И сумму попробуем там, ну, допустим, там 5 тысяч. И давайте запустим. И мы видим, ребята, оригинальный хэш 1, а вмешательство извне хэш уже другой. То есть, система это не пропустит. А подумайте о блокчейн. Это мы только один блок. Но ведь блокчейн проверяет все блоки вплоть до самого начала. И все операции, все хэши. Да, логично. По сути дела, мы видим код. И берем мы первый этот элемент, блоки 3. Вот он у нас 2387. Блок 3. Да, и вмешательство. В данном случае хакер угадал конкретную сумму, что приводит Вася Петя. Действительно, мы получим абсолютно одинаковый. Но в реальности это же нереально получить. Потому что кроме суммы, да, кроме суммы, которые даже Петя Хакер угадал, кроме суммы у нас есть и сообщения, кроме суммы у нас есть и имя, и фамилия, ой, много вещей. Но и это не все. И мы с вами наконец-то то приходим к тому, что угадать уже практически невозможно. Но на самом деле блокчейн, вот это и есть наша главная задача сейчас, которая решается, к чему мы должны прийти. Так, а вмешательство вот тут мы должны были. Урок 8. Мы приходим к тому, что нам еще понадобится такая вещь, ребята. Это уже в будущем. Мы понимаем, что вот этого мало. Нам надо смарт-контракт. То есть умный контракт. Допустим, в эфире он полностью реализован. А теперь я хочу еще ваше внимание направить на две вещи, которые нам понадобятся. То есть, во-первых, смотрите, в данном случае мы писали блоки вручную. Но, если бы мы вручную писали, даже если бы при помощи функции. Поэтому блокчейн и есть защищенная вещь, потому что мы должны определяться, а как вообще следующий блок будет добавлен. Если мы посмотрим эти видео, которые я давал, если вы смотрели видео, то есть первую часть, то мы там пришли к тому, что, допустим, биткоин делает математическую гонку, которая и называется майнингом. То есть объясняли. То есть именно формирование следующего блока при помощи майнинга. И здесь я говорю, ребята, что, а возможно, вы что-то свое придумываете. Но это еще не все степени защиты, которые нам понадобятся реализовать. Нам надо реализовать, чтобы вся сеть, ведь доступ к блокам имеет все, согласилась. То есть условия согласия. Сейчас мы это не будем делать, но на заметку себе возьмем, что блокчейн должен иметь согласие, чтобы каждый участник сети был согласен, что действительно транзакция не взломана, да, она проведена честно, то есть прописать условия согласия. И нам еще понадобятся в дальнейшем условия, то есть подтверждение работы, что работа проделана. И, допустим, если взять биткоин, блок сформировался, работа проделана, и такому-то Васе, Пете, Коле дать там по одному биткоину, да, там, я говорю, к примеру. То есть работа подтверждена, такие-то люди. Этот вопрос тоже сегодня стоит ребром. Почему? Потому что тот же биткоин, каждые 4 года сумма майнинга, она будет уменьшаться. И дальше придется придумывать нечто другое. В любом случае это будет развиваться. И как это будет? То есть подтверждение работы. Можем подвести короткий итог. В данном случае мы с вами написали код. Использовали знания, которые ранее мы применили. Те, кто новички, я говорил, начинаете изучать Python, да, и все, работаете потихонечку и здесь, потому что я стараюсь объяснять подробно. Мы с вами вручную создавали блоки. Мы с вами блоки серии, серии, ой, блядь, обсерились, грубо говоря. Извините, ребят. Ну, в общем, мы с вами блоки перевели в формат JSON. Да, прошу извинения, но смешно, когда я стараюсь выговорить слово сериализация. Иногда у меня что-то не совсем выходит. Так вот, мы с вами блоки перевели в формат, мы их зашифровали, мы написали функцию проверки. В реальности она будет намного сложнее, да. И нам главное убедиться было, что в любом случае любое вмешательство, оно дает другой код, другой хэш. А так как, получается, нарушается цепочка блоков, этого не может происходить. По одной простой причине, как мы ранее с вами рассматривали блокчейн, это вы уже должны представлять, что все операции связаны. И каждый предыдущий хэш содержит ссылку в последующий на предыдущий, на предыдущий, на предыдущий. И то есть, если, допустим, здесь в этом блоке хэш изменен, то все остальные уже не бьют, все, система не будет работать. То есть, вмешательство невозможно, да. Поэтому блокчейн на сегодняшний день самая защищенная система. Ну, цель мы с вами достигли. Ребят, я вас приглашаю дальше спокойно развиваться в школе блокчейн, в школе пайтон, мы будем с вами применять блокчейн веб, на мобильных приложениях. В принципе, наша цель и есть. Для мобильных мы работаем с Котлин, это другая школа. Наша задача с вами изучаем блокчейн спокойненько, не надо торопиться, строим децентрализованные приложения, учимся работать с криптовалютой, разрабатываем смарт-контракты, реально будем работать с эфиром, реально кроме пайтона изучим язык солидность от эфира, то есть и с другими системами, сервисами, по сути дела нарабатывать. Ну, я думаю, работы хватит. Для вас, кто посмелее, ребят, домашнее задание, вы должны блоки переписать функции. Один, домашнее задание первое. Домашнее задание. Значит, первое. переписать блоки. Это шаг 1. Кому сложно, приходите в школу, потом выполните пока это. Переписать блок генезис блок 2 и блок 3 в функции. Понятно, что функции вы сразу можете включить и сериализацию, вот тут как пример, да, и хэш. в функцию включить сериализацию и хэш. все, это первое. А вторая часть задания это уже для участников школы. Переписать в класс. То есть, по сути дела, это у вас будут методы, а мы занимаемся и те, кто в школе, значит, руководствуемся этим разделом, практика Python OOP, здесь вы подтянете функции, то есть, поработайте, ребята, школы, да, но вы должны, все это вы умеете делать, переписать в класс. Я уже не даю задания, это уже в школе, дальше будем учиться, когда мета-классы, то есть, на автомате что делать, пока просто перепишите в простой класс и вызовите, чтобы в конце концов на выходе вы должны показать то же самое, оригинальный хэш и вмешательство извне, на выходе. на выходе показать то же, что и мы. Оригинальный хэш и вмешательство извне. Кто сделает вот это задание, да, обязательно напишу видео, ребят, но сделайте, понапрягитесь, это интересно. Все, ребят, спасибо. Ну, и для совсем новичков, ну, во-первых, видео, сейчас я, для совсем новичков, сейчас я открою, потом вам покажу, для совсем новичков, повторяю, но, во-первых, ссылка, ссылки, все необходимые на страницу, где это происходит, где эти курсы, вы получите в описании видео, это на эту страницу, второе, я вас приглашаю в школу, берите, занимайтесь, кто не знает Python, обязательно работайте со школой spb-retout.ru, здесь у нас многопрофильное программирование, потихонечку, мы с ребятами работаем и с мобильными приложениями, это у нас сайт Kotlin, да, где мы работаем с мобильными, и в принципе, тут, как мы видим, мы тоже будем потом включать блокчейн, да, для мобильных приложений, это все очень интересно, но сегодня стоит вопрос, вообще въехать в блокчейн, потихонечку к нему подойти, подготовить себя, начать работать с эфиром, с другими библиотеками, поэтому, ребят, все получится, глаза боятся, а руки по клавиатуре, раз, 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 сегодня, завтра, по шашку, все получится, ребят, запомните, все получится, обязательно получится, прочитайте вот эти статьи, которые я предлагаю, хотите стать программистом, и есть очень простые примеры, вот на тот, вот допустим, вот я сейчас приведу, да, это, с 17-го года в основном начали приходить, вот, человек пишет, учился в школе, сегодня работает в банке, хотя два года назад носил там телефоны, да, школа стала стартом, было недоумение, как начать учить два языка, хотя, вот на тот момент было пять месяцев, уже начал писать на двух языках, наш участник школы, да, пять месяцев назад он пишет, и Ubuntu не мог установить, ребят, спасибо за доверие, все получится, да, здесь еще кое-что хотел сказать, я, возможно, и поменяю видео, но, так, о школе, да, нажмем, обо мне, да, вот здесь, возможно, сейчас видео я добавил для другого сайта, но здесь я рассказываю именно о вас, да, не о себе, а о вас, то есть, как начать программировать, как не бояться, еще раз говорю, ребята, глаза боятся, руки делают, все получится, просто не дня без строчки кода, потихонечку, помаленечку, без переживаний, спросили, важно быть в группе, важно работать, ребята с группой, сколько раз показывают, в группе постоянно идет работа, люди обсуждают, что-то у них не получается, расстраиваются, помогают, ну, в общем, ну, видите, вот, вот уже, вот, не можно найти ошибку, вот, подсказываю Сергея Питерских, все, идет работа, потихонечку, помаленечку, и погнали, ну, а мы с вами продолжаем заниматься блокчейн, я думаю, дальше уже будем продолжать в платных курсах, далее тоже простые вещи, потом к серьезней, к серьезней, к серьезней, и смотришь ты, овладеем, спасибо,